Зал и арт-центр работали тут полноценно, потому что здесь уже вообще ничего не было. Тут были, ну, как офисные такие пустые стены. Немножко обновили, немножко ободрали. У нас тут школа была художественная, уже не четырех лет наша. То есть мы основываем рисунка и живописи здесь обучали. Были много разных художников. Потом, когда пандемия, мы немножко это все убрали из строя. Ну и сейчас здесь проходят разные мероприятия. Вот на завтра готовится большое мероприятие. Концерты, литературные вечера, просто встречи творческие, фотосессии, чайные церемонии. Вот у нас Настя, кстати, вот первая девушка, она чайная сестра. Она называет себя, и мы ее тоже так называем. А чуть-чуть о своем плавательном вообще? Да, что там, плавал когда-то, да, 17 лет. Да, поплавал немножко, но 17 лет плавал, да. И были какие-то самые высокие результаты какие? Чемпион Европы, финалист Олимпийских игр в Афина в 2004-м. То есть, вот когда просто плавал, это одно, а когда вот плавал еще есть такие результаты? Да, когда это было. Еще в 2008-м он закончил свой спорт, а почему происходит? Это все у моих родителей. Это все они пишут. Это их как-то. Ну да, я просто перешел в менеджмент и начал заниматься продвижением этого всего. Мы открыли галерею в 2008-м году. Аурум назвали, как золото. Решили провести аналогию. И все, теперь до сих пор, вот мы уже 14 лет нам будет в этом году, будем праздновать 14-летие Аурума. Очень большая, как бы, работоспособность, они вывели вот эту авторскую технику, Blade & Soft Art Technologies, техника носка и лезвия. И 80% этих картин пишут пальцами. То есть, вот, все, что здесь, как бы вы видите, это, во-первых, написано сфатурой. Вот, это написано пальцами, потому что они берут тонкий хлопковый носок, поднимают краску с палитра и распространяют по холсту. Создается подмалевок авторский, уникальный. А потом уже на нем распространяют краску при помощи канцелярского лезвия. Ну и тонкой кисти тоже, конечно. Но в основном это носок и кисть. Поэтому техника называется Blade & Socks Art Technologies. Мы эту технику, как бы, продвигаем, живые мастер-классы и видеоуроки по всему миру у нас распространяются. Более 15 тысяч учеников уже у нас на нашей платформе зарегистрировано. Aour Moon Online мы называемся в интернете. Вот, поэтому, вот, как-то так и работаем. А здесь наша, как бы, база, наше творческое пространство, которое принимает все желающие, поэтому если есть идеи и желание здесь провести какие-то мероприятия, там, встречу и так далее, концерт, фотосессию, ну, все, что угодно здесь, пожалуйста, у нас здесь. У нас, кстати, уже большой опыт работы с виноделами. У нас много друзей. И Гулиев, и, скажите мне, Плачковы наши друзья. Если вы знаете винодельно-Плачковых колонист на юге Одесской области. Все наши друзья, наши клиенты и у нас оживопись закупают. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. У нас такой, вы говорите, 15 тысяч учеников. А вы не проводили такой, как бы, анализ, кого больше понятия у женщин? Ну, у нас женского, наверное, процентов 75-80. Аналитика у нас есть, конечно. В художниках сейчас женщин. Да, да, но мужчин появляется все больше и больше мужчин сейчас. Потому что мы постоянно с ним, мы не просто отдаем в интернет информацию, и там она как-то плавает. Нет, мы полностью работаем, контролируем, кто с кем. У нас по онлайн-консультации постоянно происходит. У нас менеджеры работают с каждым клиентом. Поэтому, да, да, примерно 3,5-80 тысяч. Просто гораздо отправлено. Да, не за что. У нас такая тематика. Максим. Есть такая команда. Можно вообще перемещаться по всей комнате в галерее. Сидим, в чем-чай, смотрим на картины, гуляем по сюжету. А как это гуляете по сюжету? Кто-то что-то рассказывает? Нет, мы сами для себя. Как проделать? Приходите попробовать, да. Художник уже закладывает символизм на каждую картину. Не знаю. Чай на миле, это шапань. Шапань. Питерская Елены и Владимира. Родители моих. Здесь они творят, в основном, все, что вы видите на стенах написано здесь. Либо в соседнем зале. Большая творческая обстановка. И здесь проходят как раз записи дистанционных занятий. Здесь и в том зале тоже. Здесь у нас все оборудовано для того, чтобы это место продолжало популяризовать мир искусства во всех его проявлениях. Елена называет его местом силы. Нет, у меня юридическое образование. Киваловское? Да, да. Сергей Васильевич Кивалов. 7 лет я отучился со всеми магистратурами и всем остальным юрокадемии. Поэтому все остальное только самообучение. Бизнес-семинары, разные мероприятия. И онлайн обучение. Настолько уникальные, которых нет нигде вообще. Ни одна школа, ни один вуз не даст той информации, которую дают Елена с Владимиром. Уникальная техника, запатентованная техника. Носка и лезвия по-нашему, по их. Blade and Socks. Откуда у них вдруг появилась такая техника? Как всякое творчество приходит откуда? Откуда? Елена более 45 лет в живописи уже. Идемте underground, покажу вам.